Здравствуйте! На библейский портал экзегет поступил вопрос, который может должен как-то самолюбие священников задеть, но на самом деле все благополучно будет. Вопрос такой, почему священника называют отцом, а не братом, как в Библии. Не очень припомню, что там именно как-то священника братом называют, но я понимаю, что за этим вопросом стоит действительно вопрос по тексту Библии, замечательный вопрос, человек, который задавал внимание библейскому тексту, оказал, потому что в Евангелии от Матфея действительно Господь говорит, не называйте никого отцом, у вас Отец Небесный на небесах. Единственная молитва, молитва Господня, Отче наш, как раз обращается Богу как Отцу. И Господь многократно говорит, да, там не пицитесь ни о чем, там вот как птички, Отец Небесный позаботится. И вот Отец послал меня, постоянно Отец, Отец, Отец. И Господь говорит, что вот Бог его Отец, потому что в единстве живоначальной Троицы с ним пребывает Христос, он может стать и нашим Отцом. Это действительно первостепенно для нас. Но именно поэтому мы и называем священников Отцами. Сейчас чуть-чуть, кажется, перескочили действительно так. Потому что почему Господь дает нам право называть Бога Отцом? Потому что мы становимся усыновленными Богом. Мы усыновляемся Богу Отцу, потому что становимся похожи на Его Сына. Господь говорит в Евангелии от Иоанна, я путь истинной жизни. Тот, кто идет по мне, имеет жизнь вечную. Да, и Господь говорит, кто любит меня, верует в меня, он верует в Отца и заповеди мои соблюдает. И при этом Господь говорит, что твою волю не свою, но пославшего меня Отца. Поэтому любовь ко Христу соединяет нас с Небесным Отцом. Тем не менее, тут нельзя придираться, что нельзя никого назвать Отцом. Потому что Господь, в принципе, когда его спрашивает, ой, а можно ли мне пойти погребсти Отца моего, он говорит, нет, не нужно. Он употребляет слово Отец. Он не препятствует, он не говорит человеку, так, это тебе не Отец, твой Отец на Небесах. Он говорит, нет, ты можешь идти просто за Мною, предадут земле, похороны твоего Отца произойдут. В принципе, нормально Господь, не надо как книжники и фарисии цепляться с каким-то словом. Кроме того, апостол Павел нам, собственно, и поясняет вот эту всю логику, логику, почему к священнослужителям обращается по имени Отец. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе и Иисусе благовествованием. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел, вот действительно три стиха, а здесь два из них мы уже прочитали, а здесь уже вот это выстраивается, выстраивается линия, что апостол Павел говорит, да, многим пророчествуют, служат, но вот все-таки на мое мнение особенно обращайте внимание. Помним, как Филипп спрашивал, «Господи, покажи нам Отца», а Господь говорит, «Видев и меня, видел Отца». Действительно, через Христа мы узнаем Отца Небесного Бога. Через апостола Павла, вот мы люди, которые уже Христа не видели, а вот Коринфяне, современники апостола Павла, которым он пропадал, они Христа на земле не видели, но они через апостола Павла, подражая ему, подражают Христу и тем самым приближаются к единственному Отцу, к Богу. Ну, прочтем еще следующий стих. «Для сего я посылал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который наполнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Апостол Павел посылает Тимофея, это апостол тоже, апостол от 70, Тимофея, которому есть отдельное послание тоже, апостола Павла, называя его Сыном. И тоже вот такое усыновление, то есть Тимофей усыновляется апостолу Павлу, апостол Павел усыновляется Богу Отцу, подражая Христу, и Коринфяне усыновляясь Тимофею, обращаясь к нему как к Отцу, обращается как к Отцу и к Павлу, обращается как к Отцу Христу и обращается к Отцу Небесному. Тоже мы видим, что уже вроде кажется, что много посредников, нет не посредников, а много тех людей, которые приводят лишь к Небесному Отцу. Поэтому уже каждый коринфянин, каждый христианин может обратиться к апостолу Павлу как к отцу, который ведет к небесному, отцу неба и земли Богу. И может не только на апостоле Павле это не заканчивается, мы видим преемство таинства священства, что Тимофей, рукоположенный апостолом Павлом, призванный к ослужению, что он тоже получает некоторое соотсотство, но при этом сам является тоже и сыном, как апостола Павла духовным, потому что апостол Павел его духовный отец, и является сыном Божиим. Все мы сыны Божии. Еще точно так же вернемся на один стих чуть-чуть пораньше, тот же самый отрывочек. «Не к постыжению вашему пишусь я, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Действительно апостол Павел обращается как к детям. Когда мы обращаемся к освященнику, священник может быть какой-то дурной, священник может нам не по-отечески относиться. Но все равно мы проявляем апостольскую логику, что мы рады, что Господь призвал учеников и апостолов, установил таинство священства, дал власть вязать и решить, дал своим ученикам, апостолам, епископам, священникам возможность совершать божественную евхаристию и сказал им «творите сие в мое воспоминание». И поэтому, приходя к священнику, даже который может менее грамотный, у нас там хорошее образование, а священник не очень, даже он менее благочестивый, мы какие-то молитвенники, а священник так просто послужил и убежал, ничего ему неинтересно. Все равно мы обращаемся к нему, свидетельствуя не то, какой он сам по себе, что он нам как отец, не то, что он нам Бога заменяет, а то, что его служение, по словам апостола Павла, призвано нас привести к небесному отцу. Поэтому не стесняйтесь, не стесняйтесь называть священника отцом, не стесняйтесь называть священника отцом, даже если этот священник вас младше. Да, конечно, батюшка может зазнаться, да, батюшка может из-за этого загордиться, но в принципе, когда мы думаем о спасении своей души, уже нам не нужно отвлекаться на то, ой, а как там батюшку это соблазнит или нет. Вполне это нормальное обращение, это проявление уважения не к священнику, это проявление уважения к Богу. Мы идем и через священника мы восходим по цепи апостольского преемства к апостолу Тимофею, к апостолу Павлу, к самому Христу, который ведет нас к Богу небесному отцу. Поэтому, конечно, нам лучше упростить себе задачу, и все-таки, когда мы видим священника, который плохо проявляет себе образ Бога, образ Отца Небесного, образ духовного отца для нас, то лучше, конечно, упростить себе задачу и поискать тот, кто станет нам истинным отцом. Потому что и апостол Павел говорит, да, многие проповедуют, но я вас родил для Христа. Поэтому это очень так же, возможно, мы встретим священника, которого мы назвали отцом, а он нам отцом по духу не является. Ничего страшного. Христиане Коринфеи не слышали разных проповедников, но они вспоминают апостола Павла, или апостол Павел все-таки уже проявит Богу душу, терпит мученическую смерть, но остается апостол Тимофей. Поэтому и тоже человек берет и находит своего духовника, и он становится для него духовным отцом, становится для него тем, кто ведет его к отцу Богу. Потом этот духовник старенький, он может умереть, но всегда есть тот, кто может продолжить его дело, и тоже нас привести к отцу небесному. Поэтому, конечно, мы должны с отеческой любовью относиться, будучи даже мирянами, к любому христианину, потому что апостол Петр говорит о царственном священстве мирян. Но обращаясь к священнику, отец, мы даем важные свидетельства. Мы свидетельствуем, что Господь пришел на землю, показал нам Отца, оставил нам апостолов, и что спасение и достижение Отца Небесного реально. Субтитры создавал DimaTorzok